Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики. У нас занятие сегодня непростое, можно сказать, даже очень сложное. Оно посвящено умозаключению наличного бытия. Мы, можно сказать, несколько занятий провели на подходе к умозаключению. И так подходили, и так подходили, учитывая, что это такое трудное поле для понимания. Ну, должен сказать, что само это умозаключение, если его почитать, весь раздел умозаключения, он действительно очень трудно понимает. И я вот, как руководитель кружка, вынужден был подумать, а в связи с чем связана вот эта трудность. А связана эта трудность в том, что мы с вами, не знаю, как вы, вот я видел свою ошибку в том, что я рассматривал эту тему как дополнительную к той, как следующую. А так ведь нельзя рассматривать. Это вот Гегель больше всего осуждал и осуждает рядоположенность. Когда то, что одно входит в другое, является развитием другого, чтобы это вот рассматривали как рядоположенность. Вот все знают, что у вас сердце, легкие, там, желудок и так далее. Но вы же не выкладываете рядом перед собой это дело. Вот так недопустимо делать. То есть надо это понять, осознать, но не делать из этого некий ряд, где они представляют собой разные совершенно категории. Они не разные совершенно категории. Мы вообще чем занимаемся вот сейчас? Скажите, пожалуйста. Ситьюат, вот сейчас мы, какая у нас тема стоит, большая? Понятие. Понятие, вот. Понятие. Вот если мы это вспомним, еще вспомним, что понятие, оно, ну, как этот самый, как Бог. Отец-сын, отец. А что он триедин. Да. Отец-святой дух. Триедин. Так здесь какой? Всеобщее, особенно единичное. И всеобщее, особенно единичное. Нельзя раскладывать так. Вот всеобщее. Вот единичное. А вот особенное. Особенное. Или единичное, особенное, всеобщее. Единичное, особенное, всеобщее – это все понятия. А это не три раздельных. Нельзя их делить на три отдельных категории. И это не отдельные категории. И это, вот как там в религии ипостаси, одного и того же, да? Отец-сын, отец-святой дух. Отец-святой дух. А здесь единичное, всеобщее, особенное. Но это не три какие-то отдельные предмета, не три отдельные категории. А это что? Что мы изучаем? Понятие. Значит, понятие мы начинаем изучать так, как сначала, как триединое, так как триединое понимание этого понятия, как единство особенного, всеобщее, уединичного. И от того, что мы их вот отдельно называем, от этого не надо переходить к тому, что думают, что это какие-то отдельные понятия. Понятие – это одно, одно и то же понятие. Самое простое все равно, включая в себя момент, момент яичного, момент особенного, момент всеобщего. Даже если мы самый простой пример в этом – яблоко, конкретное яблоко, я держу в руках – яблоко Антоновка. Это то яблоко, которое я держу в руках, поэтому это яблоко выступает как единичное. Но несмотря на то, что оно выступает как единичное, оно, между прочим, Антоновка. И то, что я его держу в руке, никак не мешает ему быть Антоновкой, и оно, так сказать, все равно в единстве с тем, что оно и единичное Антоновка. Мы так обычно говорим, у меня яблоко Антоновка. А всеобщее в чем состоит? Ну, а же яблоко. Ну, его же нет отдельно яблока от этого, от единичного, от особенного, отдельного яблока. То есть, то, что мы делали и рассматривали в учении о бытии, и даже в учении о сущности, вот этого нельзя уже повторять в учении о понятии. В учении о понятии, вот такое разделение, рядоположенность, недопустимая, недопустимая рядоположенность. То есть, речь идет, что понятие сначала выступает перед нами, оно, одно, одно, единственное понятие выступает, как единство, единичного, особенного и всеобщего. В такой формулировке, я думаю, никто возражать не будет, и непонятно тут ничего нет. Правильно? Потому что каждый, и здесь присутствующий, тоже в такой, и в таком виде может выступать. Он, во-первых, фамилию назовите? Абдулаев. Вот Абдулаев единичная. Так, мужчина? Особенная. Но? Человек. Человек звучит в городах. Это же Абдулаев, все равно. То есть, единство. И человек никак не может быть иначе, рассматриваем, в этом смысле. Иначе, как в единстве. Единичное, особенно все. И это не только человек, любое понятие. Любое понятие, которое вы возьмете, а почему? Да потому что историю понятия нам тоже с вами ясна. Мы же знаем, что понятие явилось, как результат снятия сущности. То есть, это снятое сущность. И возвращение к бытию. И вот мы берем это бытие, но это уже не то бытие, которое было, учение о бытии. Учение о бытии было простое бытие, как говорится, без дна, без сущности. Вот какое мы рассматривали бытие. А когда мы прошли эту сферу сущности и снова берем для рассмотрения какой-либо предмет, вещи и так далее, мы его берем в единстве, как такое отрицание сущности, которое является восстановлением чего? Бытия. Бытия. Но уже восстановленное это бытие содержит в себе сущность. И без сущности его, как понятия, нет. И без сущности нет. То есть сущность у него есть, понятие у него есть, и бытие у него тоже есть. Все есть, но только они не вот так расположены, как три книги науки и логики. Учение о бытии, учение о сущности, учение по понятию. А они есть одно. И вот это и ключ к пониманию того, что мы этим сейчас будем изучать и то, что мы изучали перед этим. Мы с вами изучали суждения, и действительно, это сложный был такой кризис. Такие суждения и такие. Но мы отлетели от чего мы отлетели? От того, что это все понятие. Понятие выступающее, как вот такое суждение, понятие выступающее, как такое суждение. Наконец, понятие выступающее, как аподектическое суждение. Дом построен и так-то, и так-то хорош. И опять мы пришли к чему? К единству. Что вот это, речь-то идет о доме или то, вот о каком-то вот понятии, о каком-то объекте. И этот объект тоже выступает как единичное, особенно и всеобщее. И надо сказать, что если мы на это сделаем упор в своем чтении и изучении, нам легче будет и материалистически истолковывать Гегеля. Почему? Ну, во-первых, потому что сам Гегель две книжки написал, там вы его не упрекнете в идеализме, если только в каких-нибудь замечаниях о Боге, о Духе и так далее. Потому что сами эти категории есть развертывание сначала бытия, а потом мы углубляемся в сущность этого бытия. И уж никак. Если бытие – это то, что есть, а не то, чего нет, и то, что есть, не на небесах. Вот. Это то, что есть. Вот. То есть так и понимают материю, материалисты, то, что есть, как бытие. Вот так же и формулируется. Бытие определяет сознание. Так формулируется. Первичность материи. Бытие определяет сознание. То есть бытие здесь синоним материи. И вот мы пришли, наконец, к тому, что снимает с себя сущность, как бы она снова одевает одежду бытия, но через это вот бытие продвечивает сущность. вот смотрю я вас и вижу у вас горячее сердце. Ну, как я могу его увидеть? Только умственном зале. Ну, оно точно есть у вас. Если бы его не было, вас бы здесь уже не было. Так что у нас есть точные, так сказать, критерии, по которым это можно обнаружить. но это вовсе не значит, ну, как все внутренние органы, они есть, но они потому и внутренние, что они не снаружи. Там это ни глаза, ни брови, ни уши, ни ресницы, ни нос. Но это а есть вот, скажем, на кору, если вы точку поставите и возьмете шарик маленький, часть этого шарика будет воздухом наполнена, а часть будет тканью вашим наполнена. Правильно? Какой бы ни делали диаметр, самый маленький, все равно это будет шарик, который будет содержать и то, и то. Вот это называется как раз граница. Вот это граница между человеком и окружающей действительностью. Такая физическая граница. То есть ключ к рассмотрению, к пониманию вот этих вещей состоит в том, что надо видеть, что вот эти понятия, вот эти вот категории, которые здесь берутся, это есть способ раскрытия этих понятий всеобщего, особенного и единичного. Ну как раскрыть их можно? Сначала их вот показывать, что всеобщие, особенные и единичные, они неразрывны. Нет всеобщего без единичного, без особенного, нет особенного без всеобщего и единичного, и нет единичного без всеобщего и особенного. То есть, вроде мы это поняли. Мы это поняли, и дальше стали изучать другое. А что мы стали изучать? Суждение. А суждение, вроде мы то закончили. Единство всеобщего суждения. И стали изучать нечто другое, суждение. Но никакого нет, отдельно суждение. Мы, на самом деле, мы изучаем... Смотрите на название того, что мы изучаем. Это учение о понятии. Тут написано, вот я нашел. Третья книга «Учение о понятии». Значит, все, что здесь рассматривается, это что? Никуда мы от понятия не ушли. Мы понятия раскрываем теперь с помощью таких категорий, как суждение. Раньше я сказал, вот яблоко. А теперь я должен сказать, это есть яблоко. В чем разница? А вот я поставил это есть, и их, так сказать, разделил. И получается, что здесь, вот внешняя картина такая получилась, что есть... Что это не просто яблоко, которое я держу. Тут все понятно. Оно и особенное, и единичное. Мы это никуда, они не убегут. Все это вместе, в единстве. А тут вроде антонов есть яблоко. Ну, во-первых, о какой антоновке идет речь? Наверное, о той антоновке, которая вот какой-то конкретный. Значит, это единичная антоновка. Но всякая единичная антоновка, она еще и антоновка. Но всякая антоновка, это независимо от того, а единичная или особенная, это яблоко. То есть, на самом деле, речь идет о том же самом, о понятии. То есть, понятия можно раскрыть с помощью вот такого приема языкового. То есть, в языке это выражается такими предложениями, которые называются суждения. Вот в виде суждений можно описывать понятия. Можно вот и все, и не только описывать, а и классифицировать и такие суждения, и такие суждения, и такие суждения. И до того их много разобрали, что очень богато стало. Настолько богато, что появилось аподектическое суждение. Ну, вот как пример, как я приводит, дом устроенный так-то и так-то, хороший. И в нем есть уже должностование, что оно не просто есть, оно должно выступать в соответствии с тем, что должно быть, что требуется от него. Но яблоко должно быть вкусным, а не противным. Его можно грызть, а не просто его хранить. У него есть сорт. Сейчас вот сортов нету, сейчас просто есть красный яблоко, желтый яблоко и зеленый яблоко в магазинах. Но еще иногда попадаются какие-то маленькие магазинчики, которые откуда-то привозят. Допустим, сейчас зимний банан продают, он и пахнет, и красивый, и с желтым, и с красным боком. Но это какой-то, так сказать, такой непорядок сейчас. Сейчас просто сезонные, свежие, красные и так далее. На самом деле это противоречит науке и логике. С позиции науке и логики мы умышлены тем, что пересортица такая есть. А это приводит к тому, что теряется, так сказать, умение выращивать сорта, на самом деле. То, что мне плевать на эти сорта, они не собираются их разделять, смотреть, учитывать и так далее. Так, значит, а если это умозаключение? Ну, а мы об этом же самом, о чем? О понятии будем говорить. С помощью вот такой более сложной конструкции. Три суждения будет в ней состоять. Одно суждение, где речь ведет, начинается это дело с единичного. Ну, второе суждение, это среднее такое суждение, это особенное. И третье суждение, это всеобщее. И что тут такого тогда непонятного? Ну, вот что надо запомнить, как выглядит эта структура, что можно рассказывать про одно и то же, просто как про понятие, не прибегая к таким категориям, как суждение, можно выразить это понятие более глубоко с помощью суждений. И для этого существует... А посмотрите, мы это вот уже делали с вами, поэтому можем сказать, что тут там тоже уже Гегель как бы один и тот же критерий все время применяет. Сначала идут непосредственные понимания. Это, значит, это суждение наличного в бытиях. Потом, после бытия мы знаем, что идет сущность. Значит, это будет рефлективное суждение, рефлексия. Рефлексия — это главная категория сущности, поэтому он иногда вместо сущности говорит о рефлексии. Потому что рефлексия — это отражение от бытия. Это отрицательное по природе. Это же не бытие. Раз не бытие, то это вот оно отражается от бытия, и как бы вы смотритесь в зеркало. В зеркало-то вы смотрите, там ведь не вы. Я не знаю, все ли знают, что там, когда вы смотрите в зеркало, там не вы, там ваше отражение. Вы вот. А это не вы. И у вас, посмотрите, у вас этот вот значок вот у меня, он ведь с левой стороны, а там у этого гражданина, который в зеркале у него справа. Это вообще искажение. Все эти зеркала. Ну это рефлексия. Вот она то, она и рефлексия. Рефлексия у нас есть. Сейчас что-то я не вижу. В последнее время в продаже рефлекторы были очень распространены. Позаишь в угол, и там есть раскаленное электричеством. Нагоревает ее, и она прямо к тебе, на тебя направляет тепло. Тепловые лучи. Но поскольку они там что-то случайно туда, туда носок или чулок, как можно туда подкинуть, или он подлетит, с этого загорится, открытый, появляется открытый огонь, пожар, поэтому как-то сейчас избегают этих. Наоборот, есть запаянный тепловой элемент в песок кварцевый, но только литой материал. И это дает тебе 70 градусов безопасно, а лучи тепловые, само собой, идут от него. Тепловые, а не такие, что и световые тоже, от рефлектора. Значит, рефлексия. Ну и а последующее что? Ну это уже само понятие. Отрицание этой самой рефлексии, и поэтому это всеобщее. Поэтому, вот, вы не можете не заметить, если вот будете вот листать то, что мы с вами прошли, вот, учение понятий, что вот как начали это самое суждение, там вот все идет по такой схеме. Крислик в умозаключении, а опять же по той же самой схеме. Что будет, как вы думаете, вот вы, допустим, не читали умозаключение, а что будет? Ну сначала непосредственно его понимание. И как это будет называться? А вот ему заключение наличного бытия. А что после наличного бытия идет? После бытия идет сущность. Значит, сейчас будет, пожалуйста, листаем и обнаруживаем. Обнаруживаем. Вот тут много фигур идут, там туда-сюда эти переставляют. Это просто может быть из такой фигуры, из такой фигуры. А зачем это все делает Гегель? Он говорит, что суждения-то могут быть разные. Могут быть правильные, могут быть неправильные. Или в чем-то правильные, в чем-то неправильные. Могут быть противоположные. Об одном и том же можно высказать противоположные суждения? Конечно, можно. Но какая была бы диалекция, если бы нельзя было. Так если можно высказать противоположные суждения, то есть доверяться просто суждениям, это недостаточно. Ну, я не хочу на колонну впадать. Лучше про меня. Вы скажите, что вот ввел занятие гражданин, он представляет собой твердое тело. Ну, это же правильно. Но я же не жидкость. Но как это смотрится? Не очень. То есть это не столько меня унижает, скажет, ну вы вообще опустились до того, что у вас в кружок идет какое-то твердое тело. Ну ты совсем уже ни в какие ворота не лезешь. Я понимаю, что мог бы человеку что-то там у него быть с головой, но тогда же нельзя так сидеть и слушать внимательно. Но это ведь на самом деле вы же не будете спорить, что это же не жидкость, не жидкость. Хотя в человеке много воды. В каждом мы знаем. Вот. Поэтому если вот с этой точки зрения, посмотрите, начинаем листать. Вот тут разные фигуры, в зависимости от того, как чего расставлять, где особенное, где единичное, а где всеобщее. И потом, к чему мы приходим, в конце концов. Уму заключения рефлексий. В большой. А потом что? И вот там А. Уму заключения всякости. Уму заключения эндоксии. То есть идет классификация. Классификация – это невелика наука. Классификация – это вот, чтобы вы различали, какие бывают суждения. Потому что если, говорит, много, столько пород попугаев, говорят Гегели, мы это все изучаем, зоологи пишут, пишут диссертации на эту тему, сколько нашли, значит, видов обезьян, то, наверное, видов. Уму заключений, суждений тоже можно найти много, хотя, как подчеркивает Гегель, что вы найдете обязательно противоположные. Могут быть противоположные суждения. Правильно? Вот я могу про вас сказать, как ближайшего ко мне сейчас человека, что вы человек в черном, имея в виду ваш пиджак. Но также я могу сказать, что вы человек в белом, имея в виду светлую вашу рубашку. И вы с первым не сможете поспорить. То есть спорить-то вы можете, но безуспешно. И со вторым тоже безуспешно. Вот, например, товарищ Лазарев, он сегодня пришел на кружок? Пришел. Это позитивное усуждение. А он сегодня на кружок пришел чуть позже, чем надо. Это негативное усуждение. Но это же все суждения. Суждения могут быть не только просто разнообразные, а вот их надо классифицировать. Вот есть у нас заключение по аналогии. Ну, по аналогии это нехорошо говорить, скажем. Нехорошо, если кто-то у вас обучается, вы говорите, а вы сейчас отвечаете как чурбан. Это что такое? Это же по аналогии. Тем более аналогия всегда хромает. Что значит, что за аналогия вы взяли? Но если вам не нравится, как я выступаю, так и скажите, а вы что тут употребляете, чурбан? Я не чурбан, а я как стальная стена. Тоже будет по аналогии. И так далее. Дальше идем. Умозаключение необходимости. Ну, раз необходимости, это уже чем запахло? Это запахло тем, что речь пойдет о том, что является выражением сущности. Правильно? Или необходимости. Долгоствование у них, проскакивают у него здесь такие высказывания, что момент должностного появляется. Тогда необходимость. Чем вот нравится Гегелю аподектическое суждение? Тем, что вот такой дом, который вот так именно устроен, тот хорош. А не просто вот «Дайте, сделайте хороший дом». Ну, кто как понимает хороший? А вот надо вот показать, а в чем его, так сказать, хорошесть и так далее. И вот категорическое заключение. Раз категорическое, а потом гипотетик. Категорическое, вот уже далеко, уже добрались мы в этом самом умозаключении категорическое. Но это же все про понятия идет речь. Не про умозаключение идет речь, а про понятие в виде умозаключения. Правильно? Суждение. Вот везде. Вот категорическое умозаключение, мы сейчас рассматриваем понятие, выступающее как умозаключение. В общем, осуждение, категорическое осуждение гипотетическое. Нет, уже умозаключение, на странице 116-й, вы застряли. Мы уже прочитали далеко-далеко. Так, знаете, как листа, и можно очень быстро прочитать Гегель. А вообще, если брать, читать оглавление, еще быстрее будет, а листать не надо. Наконец, вот смотрите, гипотетическое умозаключение, да? А там будет разделительное тоже опять делится. Потом, после разделительного, пойдет, что пойдет? А все, и все, и механизм, и конец. И вот тут-то мы и разойдемся с Гегелем в том, как дальше излагать. Потому что мы уже механизм с вами рассматривали, потому что мы рассматривали сначала объективность, а потом вот эту субъективность стали рассматривать, субъективную логику. И мы эту субъективность, логику, не переведем на механизм, стрелку, а мы будем рассматривать цель, средства, телеология, а дальше уже пойдем к идее. А идея – это не просто мысль, а мысль, которая говорит о том, что должно произойти, или во что должно это вылиться. То есть она требует своей реализации, своей материализации. Потому что если у вас есть идея, что вот стена желтая – это не идея, а перестроить здание, чтобы оно стало таким-то и таким-то – это уже идея, правильно? То есть идея – это, так сказать, некая напряженная и выраженная в мысли будущее, деятельность человека, связанная с преобразованием мира. Вот если не связана с преобразованием мира, если я скажу, что у меня есть идея, что лед сейчас тонкий, ну и что за идея? Вот если вы предлагаете пойти на него – это идея, но плохая. Если вы предлагаете не ходить по тонкому льду – это тоже идея, но она лучше, чем вот та, которая первая. Особенно если это касается Невы или других рек, которые могут иметь где-то тонкий лед, а где-то толстый. И так далее. Ну вот, что я сейчас сделал? Я перелистал. А в чем смысл этого перелистывания? О том, что это все об одном, а все о понятии. Но о понятии, выступающем, развернутым, как умозаключение. Да и о каждом человеке можно ведь рассказать о нем. О том, как он родился, какие стадии развития он проходил, где обучался, чем он научился, как он работает, какая у него семья. Женат, не женат, или замужем, не замужем и так далее. Есть ли дети, какие родственники, что сделал, что добился. Это все будет про кого? Все про этого человека, правильно? Вот субъект. Субъективная логика. Вот мы все можем рассказать про человека. Так и про понятия мы тоже можем все постепенно рассказать. То есть, если мы изучаем, берем учение о понятии, то первым делом мы должны ожидать, что тут будет рассказ про понятия. И вот и так его тут мало. Посмотрите, вот 129-я страница, потом пойдет уже механизм, то есть все, а потом опять уйдет от этой объективности и перейдет уже к движению субъекта, собственно, к действительности, к материи. Это уже цель и средства, реализованная цель, то, что дальше пойдет. Это вот и будет как раз движение понятия. Но уже движение понятия как преобразование мира. Сначала мы вырабатываем понятия, используя в том числе и те моменты, которые классифицировал Гегель. То есть, вы можете думать, а он может классифицировать, какое вы применили при обдумывании суждения или какое ему заключение. А не просто так. А некоторые, те, которые... Ну, вот есть такая категория, пора скинуть мозгами. Она, по-моему, очень хорошо соответствует вот этому делению на категории. Вы надо пора скинуть мозгами, а не просто ляпнуть вот так просто. Бас и все. Давайте пойдем туда. А что будет? А посмотрим, что будет. Может, выйдем, а может, и не выйдем. Давайте пойдем. Вот такого-то не должно быть. Поэтому у нас сегодня с вами непростое занятие. Оно связано вообще с пониманием того, как надо изучать учение о понятии. Учение о понятии надо изучать так, что здесь все идет, вот, по крайней мере, когда идет о всеобщем особенном единичном осуждении, о умозаключении, это все раскрытие того, что есть понятие. А потом уже мы будем понятие сопоставлять с чем? С природой, с окружающим миром. Понятие, как, так сказать, представление о том, что должно быть. И это, собственно говоря, в виде суждения тоже может выражаться. Что было так, а должно быть так. Долженослование. И есть цель, есть средство, есть реализованная цель и использованное средство. То есть дальше в этом смысле, я бы сказал, более простое понимание. Там это ближе к тому, что мы с вами знаем, что человек преобразует мир, преобразует действительность. Он для этого имеет средства производства. Он имеет другие средства и так далее. И преображает мир, а поскольку он от мира зависит, то и самого себя. А раз самого себя, и все отражается. И это при этом отражается в понятии. Вот. И приходим мы к абсолютной идее, которая есть единство идеи познания и идеи преобразования мира. С одной стороны, вы не можете преобразовывать мир, если вы его не познаете. Поэтому познание мира – это предпосылка его преобразования. Если это оторвать, есть такие люди, которые все время познают, познают. А зачем вы это делаете? А чтобы знать, как преобразовывать. И никогда не преобразовывать. И если таких людей, так сказать, не так уж много, которые только так вот и думают, то, по крайней мере, разделение труда, которое существует в обществе, и ставит некоторых людей в такое положение, что они знают, как надо делать, но не делают. А другие делают, но не знают, как надо делать. И это вот такое разделение, почему не очень нравилось Марксу и Энгельсу. Они ставили вопрос о преодолении порабощающего человека разделения труда. То есть человек должен не... Вот. Понятно, что все виды труда, конечно, вы не освоите. Но вот разделение между умственным и физическим трудом не должно быть таким, чтобы человек, который является представителем умственного труда, ничего не мог сделать практически. И наоборот. Чтобы люди, которые занимаются физическим трудом, они ничего не могли разобраться в идее. Потому что иначе общество разваливается, раскалывается. Поэтому это порабощающий человека разделение труда. Потому что из этого разделения труда вытекает, что одни вот господа, а другие порабощенные, а другие рабы, как это было в свое время. Или одни очень культурно образованные дворяне, помещики, а другие крестьяне, которых можно бить при семье. Одни командуют всей экономикой, капиталисты, буржуа, а другие рабочие это уходы должны выполнять. Но у них есть своя. Но дело в том, что вот мы уже в условиях капитализма, уже человек не представляет собой объект собственности. А раз не представляет он себя как объект собственности, он еще должен в своем развитии сделать некоторые шаги, для того, чтобы он не был просто объектом собственности, а сам решал свою судьбу. Вот к чему мы приходим и к каким мыслям мы можем прийти, если мы доходим до конца этой самой диалектики и проводим ее материалистическое исполкование. Поэтому понятно, что от этого произведения идет такой яркий свет, который освещает путь человечеству и прежде всего путь материалистический, потому что человечество идет и осуществляет преобразующую деятельность, в том числе преобразовывают и общественно-политические формации, строй меняют и так далее. То есть это, как писал Маркс, идея, которая воздевает массами, становится материальной силой. То есть сама по себе идея не материальная сила, но если она массами воздевает, то все массы будут это делать, и это будет страшная и большая очень сила. Поэтому очень важно, насколько членов партии, насколько широко идет пропаганда этих идей и так далее. А не то, что я знаю, что дважды два четыре. Если ты один знаешь, что дважды два четыре, то это печально для мира. Если все знают, что дважды два четыре, это уже лучше. Но, наверное, не только на этих элементарных вещах должна покроиться деятельность человека. И потом есть такие специфические виды разделения труда. А другое дело, что общее разделение труда на умственный и физический труд. Вот это у Ленина поставлено в великом почине задачи. Надо преодолеть это различие. А его как можно? Некоторые говорят преодолеть различие между трудом, умственным и физическим. Это глупость заведомая. Как можно преодолеть различие между умственным трудом, который состоит в том, что я вот сижу и думаю, и физическим трудом, который состоит в том, что то, что вы думаете, и что вы наметили, ну не без этого, конечно, не без головы, что вы реализовываете, и вы непосредственно преобразовываете природу. А не одни мысли в другие преобразовываете. Если, скажем, я выступаю как ученый, я преобразовываю предшествующее, так сказать, знание, которое есть, преобразовываю, развиваю и получаю некий новый результат. Но это и никак еще не является преобразованием. Это может быть предпосылкой для преобразования общественной жизни, но вовсе, или не только общественной, там, или практики какой-то, экономической, хозяйственной и другой. Но это вот как может быть преодолено? Ну вот по этому поводу классики нам говорили, что прямо в немецкой диалоге у Маркса Сэнбельса написано, утром мы ловим рыбу, клюет, наверное, хорошо с утра, потом мы занимаемся сельским хозяйством, а вечером там читаем стихи и так далее. Или Маяковский, я так как отразил, сидят папаши, бороды, веники, землю папашу попишут стихи. Вот землю надо попахать и пописать стихи. Это задача для всех, и это будущее. Поэтому это не значит, что не будет разделения труда технологического, оно всегда будет. Но это не значит, что человек должен быть прикован к этому. То есть, если человек вынужден 8 часов заниматься только этим видом труда, то да, он должен какие-то героические усилия предпринимать для того, чтобы освоить умственный труд и освоить знания. Почему? Потому что у него семья, у него хозяйственные дела, у него здоровье и так далее. Это вот проблема. Поэтому почему так важно вести борьбу за 6-часовой рабочий день? Потому что если вы не получили этого резерва, то, как вот Шишкарев считал, он считал прямо по будильням, так сказать, посмотрел, по кругу прошелся, вот на это надо вот столько, на это вот столько и не остается на осознание своей жизни нисколько. Если ты будешь вот, тут надо где-то вылавливать, находить для себя местечки, чтобы можно было заниматься умственным трудом. Я могу сказать, а что так мало пришли на кружок? А вот трудно прийти на кружок, потому что и на кружок надо, и то надо, и дети есть, и хозяйственные дела, и усталость есть, и болезни они нас не отпускают. Хотя, я хочу, так сказать, отметить как руководитель кружка, что занятия диалектикой улучшают здоровье, поднимают тонус, а при здоровом духе и тело здоровое будет. С большей вероятностью. Это не значит, что это всеобщее лекарство, но не без этого. Ну, вы же все с удовольствием идете после кружка. Не только с удовольствием от того, что он закончился, кружок. Но и с тем содержанием, которое здесь рассматривается. Поэтому, вот, я хочу сказать, что при подготовке к этому занятию я многократно перечитал вот то, что я вам сейчас, вот то, о чем мы сейчас вот говорили, многократно, и все ждал, когда наступит озарение-то. Но оно вчера наступило. Поэтому я вам докладываю. Озарение состоит в том, что надо, что речь-то идет о понятии. Вы можете его с помощью категории всеобщего, особенно единичного, раскрывать. Потом с помощью суждений, что розы есть растение. Будете спорить? Не будете. Что бревно – это бывшее дерево. Не будете спорить? Нет, не спорю. Переходим дальше. Потом идет ему заключение. Дом построенный так-то и так-то. Не просто построенный. Построенных домов много. А насчет хорошей – сколько падает их. Вон на парковнике стоит хрущевская гостиница. Вся осыпается. Вся облицовка. Рядом стоят сталинские дома, как часовые. Там ничего. Пусть бы кто-нибудь облетел. Там бы сразу кто-нибудь попал в тюрьму. А тут, пожалуйста, падает к людям. Они, правда, деревянные какие-то настилы делали, чтобы прямо там их не было. Залепляют это как-то. То есть более по возрасту, более молодые дома, они разваливаются. То есть если дом не разваливается, значит, или построен при царе, или при Сталине. А если он разваливается, значит, при хрущеве. Меняю квартиру в хрущеве на комнату в Сталинском доме. Такие объявления вешают. Так, вот поэтому, если мы будем стоять на том, и будете вы когда-нибудь изучать умозаключение, дальше у нас задание очень понятное для следующего раза. Вот умозаключение мы, было первое фигуру умозаключения, которое у нас сейчас стоит на повестке дня, а потом будет, в первую очередь, вторая фигура умозаключения, и так далее. Но задача то же самое. Не забывать, что речь идет не о просто вы изучаете виды рассуждений, а вы изучаете понятие, в котором есть три момента. Всеобщие, особенно единичные. И тут все вот эти категории, они все из них и состоят. Только переставляют местами. Сначала единичные, особенные, всеобщие. Потом ставят сначала особенные, потом единичные, всеобщие. Потом всеобщие в серединку поставят, особенные, наконец. И все это получаются разные суждения, разные умозаключения. И так скромненько Гегель говорит, что раз они разные, они еще и противоположные. Поэтому измозаключения могут быть про одно и то же понятие. Прямо противоположные. Правильно? Ну, понятие противоречиво. Это нам не надо доказывать. Мы знаем. Поэтому если я одну сторону выразил в виде суждения, что оно движется туда. Это правильно? Правильно. А другое беру в другую сторону противоречия, другую тенденцию противоположные. Она движется сюда. Это правильно? Правильно. А истина в чем? А истина в том, что они борются. А кто победит? А что победит? Ну, это от многих зависит. Моментов. От много чего. Это зависит от того, кто какой поддерживает тенденцию. Уже от людей. Вот. И от обстановки, и от обстоятельств, и от предпосылок, условий, в которых идет эта борьба. Поэтому, но если... Но здесь так вот не выпечена эта борьба противоположности. Я просто читаю, считаешь, и вдруг написано, что эти вот определенности, это могут быть противоположные же. Виды суждений это могут быть противоположным результатом ввести. А в одном и том же можно высказать прямо противоположные высказывания. Вот вы уже много изучили в диалетике Гегеля. Многое понимаете. Это первое высказывание. Второе. Сколько вы не учили, до сих пор вы еще очень много не выучили. До сих пор этого не понимаете. Это прямо противоположные. На что вы могли бы сказать, как вы думаете, Михаил Васильевич, то понимание идет через преодоление того, что я не понимаю, и наполнение, так сказать, моих знаний, благодаря тому, что все больше и больше понимают. То есть не так вот, так сказать, будете со мной злобно спорить, что, я сказать, вы меня не так обрисовали. Ну, вы обрисовали вроде как и правильно, но не истинно. Такая у нас есть диалетическая форма выражения, очень такая приятная, мягкая. Что да, это правильно, но не истинно. А истина состоит в том, что вот в результате борьбы противоположностей получается это. Понятно, что всякое изучение это тоже ведь борьба. Не понимаешь, а потом, а надо вот разобраться. А как разобраться? Ну, надо вникать, вникать, обсуждать. И иногда, вот как, пока 10 раз не прочитаешь, и не продумаешь, это не получается. И то может не прийти, это понимание. Потому что вот то, что я вам рассказываю, когда это расскажешь, это выглядит очевидно. Ясное дело, если мы рассматриваем понятие, что это все вот умозаключение и суждение, это просто, это понятие. Так и так оформленное. Давайте это понятие оформленное. Мы его просто так говорили. Понятие – это единство всеобщее, особенно единичное. Так, так. Понятие, это может быть выражено таким-то умозаключением. Так, а еще таким, и так, а еще вот таким. Потому что много очень сторон, и через каждое вот особенное вы можете таких наделать умозаключений. Сколько? Сколько надо. Столько и наделаем. Вот. Потом, а можно перейти от единичного к всеобщему. Конечно, если стоят вот единичные, всеобщее, это вот тоже будет. суждение. И умозаключение можно тут построить тоже таким образом. Мы видим, то есть, вроде как, те же самые предметы или те же самые буквы, да, расстают. О, Е, Е, В. А их вот тасует, Гегель, и каждый раз классифицирует, просто классифицирует суждение. То есть, от этого суждение становится не лучше и не хуже. Но классифицировать суждение надо как классифицировать. Он говорит, неужели классификация мысли недостойно того, чего достойны там виды попугаев. Сох – это видов попугаев и сок – это видов цветочков. Знают это все, изучают, ботаники отмечают, а мы не хотим даже виды суждений, заключений отклассифицировать. Здесь вот просто классификация, и в этой классификации вас приучают к тому, чтобы вы различали разные виды понятий в зависимости от того, как они построены. Вот и все. А содержание? Ну, содержание – это отдельный вопрос. Содержание никуда не девается. Мы уже изучали про содержание, обучение о сущности. И то, что нужно сущность знать, мы тоже это никуда не девать. Разве тут есть заявление о том, что выкиньте это, то, что вы читали про сущность, плюньте на это и давайте только вот ему заключение. Так я вам так и ему заключение наделаю сколько угодно, что вы будете записывать до завтра сегодня и не уйдете отсюда никогда. Вот. Поэтому вот главный смысл у нас такое редкое занятие в этом смысле. Редкое, главный смысл состоит в том, как преодолеть вот эту трудность, которая состоит в том, что непонятно. А непонятно, потому что мы хотим, так сказать, отдельно их как бы изучать, как отдельные предметы, как рядоположные, что вот есть, мы изучили всеобщее, особенно единичное, теперь будем изучать сначала суждение и классифицировать, а потом мы заключение. Но надо понимать, что и первое, и второе, и третье, это все понятие, но оно раскрывается. Ну вот про вас то есть начать говорить, в этом я так сразу не могу, мне надо сначала у вас интервью взять и долго-долго записывать, там буду раскрывать. И это, и про то, и про учебу, и про жизнь, и про знакомых, и то, что вам нравится, и что вам не нравится, за что вы боретесь, против чего не боретесь, какие у вас есть плюсы, когда все плюсы обрисую, говорю, давайте я недостатки. Недостатки записываю, записываю, я тебе подпишитесь здесь, что было верно, и сдаю следователю. Все же можно сделать. То есть, если взять, это то, что я записал, хорошее, я потом сожгу, а это вот понесу туда. Бывает такое? Бывает. Поэтому мы не должны на это смотреть, как на что-то такое, там, сверхсложное, и понятно, это обычное дело, и речь идет об отражении человеком, имеющегося мира. А это отражение бывает разное. Бывает, так сказать, которое сводится к тому, чтобы определить это всеобщее, особенно личное. Вот, допустим, если я про вас скажу, человек, вы же не обидитесь. Ну, вот уже и хорошо. Я решился, чтобы у меня были с вами хорошие отношения. Я всех признал за людей. Тогда и вы меня признали за человека. А пока я этого не сказал, вы так смотрели, я не знаю, на вас много, я один, еще из этого бы вышел. А так, вроде, уже мы в дружбе. Ну, у меня есть недостатки, а у вас? Ну, выяснилось, что у каждого есть недостатки. И так далее. Без недостатков людей нет. Так мы будем, когда с вами работать совместно, мы будем опираться на ваши недостатки или на ваши достоинства? Если мы будем все время высовывать это, вытаскивать и искать, у кого есть какие недостатки, и это демонстрировать, ну, это может привести к разладу во всей работе. А если мы, как Леонид говорил, не надо это вот рассказывать, а расскажите, что у него вот есть хорошего и что он может сделать для революции. Это не надо вот это вот и не рассказать. Слушайте, даже не хочу. Зачем это буду слушать? Что ты так вот выступил, не так, групп там и так далее. Поэтому вот это тоже искусство, очень нужное для всех, для общения, для организации, для коллективных действий. Потому что, если мы хотим коллективные действия, требуется уважение. А уважение сводится не к тому, чтобы показывать. А что вы такое пришли? А что вы за хвою в голове? А что вы не то говорить? Он взял что-нибудь, тяжелое, раз, и все. Вопрос закрыт. Поэтому у нас вот я вижу, там переписки бывают люди, ну как вот так они, так вот так ругаются, переписки. Так можно с товарищем, ну товарищи, ну и вообще какое-то дело, уважительно, без руками, без карикатуры, без такого. Давайте я буду искать, у кого есть какие-то недостатки, и у меня тоже много информации, между прочим. И буду это вытаскивать все время. Нам дают это сказать, давайте мы лучше будем строить дворец, вместо того, чтобы все время будем кого-то колоть какими-то его глазами недостатками. Ну вот, такова методология дальнейшего движения, потому что иначе вот без такого понимания, о котором я сегодня говорил, это не понять. И я, так сказать, по себе это ощущал, потому что я тут вот четыре дня потратил только на то, чтобы многократно это пересчитывать. И когда я уже так, уже большое число раз пересчитывал, не считая того, что я и раньше это все читал и изучал, и вроде написано на эту тему, и высказано, и в том числе публично, вот я хочу сказать, что вот все-таки эта разоположенность, она крадывается, все равно человек начинает к этому привыкать, что-то рядом, рядом, вот это, вот это, вот это, понятие, вот это, вот это, оно не вот так, оно соединено. И все речь об том же самом идет, о понятии. Ну, о понятии можно по-разному говорить, а говорить можем мы только с помощью языка, язык, вот он обязательно употребляет всеобщее, особенно единичное, в разных сочетаниях. И когда сочетаются, вот так сочетаются понятия, что это есть вот это, это суждение, а когда тройное, когда особенное, единичное, особенное и всеобщее в каждом посвященном суждении, это будет что? Умозаключение. И что тут непонятного? Что тут непонятного? Ну, скажите мне, что тут непонятного? Я сказал. А некоторые говорят, что тут непонятного, Гейер. Ну, как говорится, нет плохих инструментов, есть плохие мастера. Так что, мастера, которые хотят понять, они пытаются понять. Скажем, занятие кружка у нас в этом смысле, они такую роль выполняют. Плюс к этим кружок у нас больше ста занятий уже ведется. Кроме него, вот есть этот курс, который висит, короткий курс науки, логики Гегеля. Там уже 179 тысяч просмотров и все время прибавляется. Теперь вот на канале Пучкова Дмитрия Юрьевича висит мой о науке, логике Гегеля беседа с Пучковым. Я вчера смотрел, там 700 тысяч просмотров. Если 700 тысяч просмотров, посвященные диалекте Гегеля, это говорит об очень новом в нашем народе, потому что это вам не что-нибудь проксинкой такое. 700 тысяч и растет. Там есть персонали, и можешь просто набрать, там персонали написаны, Попов, пожалуйста, можете посмотреть, кто сколько набирает. И смотрим, что по некоторым вещам очень конкретным, полезным и нужным, меньше просмотров, чем по такой вроде абстрактной вещи, как биолекция. А почему? А потому что она носит всеобщий характер. А что значит всеобщий? Значит, применяется к чему? Ко всему, всегда и везде. Как можно отказаться от такого инструмента, который применяется ко всему, всегда и везде? Никак нельзя отказаться по этому. А все остальное специфическое, то есть вы его таскаете в чемодане, а вам нужно другое решать. У вас нет инструмента. Берите другой чемодан, или берите 10, или 100 чемоданов с инструментами, а тут есть вопрос, решение этих вопросов диалектических. И, собственно, самое главное средство преодоления различия между физическим и трудом все равно специалистами во всех областях не бойтесь. И никто не сможет быть специалистом во всех областях. То есть, а вот этот способ, если это наука всеобщим, но во всеобщем и называется философией. Вот философия и позволяет преодолеть этот ров между людьми физическим и умственным трудом, потому что там физики не понимают лириков, лирики не понимают экономистов, экономисты юристов, думающих, что, чтобы написать закон, надо юристом быть. Вот. А может быть, наоборот, нельзя юристов подпускать к написанию законов. По-другому тут может постоять вопрос. Вот. Во всяком случае, ну, если мы по законам будем судить, какие у нас юристы, это тяжело будет. Короче говоря, вот, нам при изучении, мы уже в учении о понятии находимся, вот нам надо обрести понятие того, что не надо разбрасываться, не надо рядом класть разные виды и способы изображения понятия, это все одно, это все о нем, все об этом понятии, и такое, и такой подход, и такой подход, и такой подход, и просто на три вида и описать его с помощью суждений, суждения сложить тройками в умозаключения, а больше ничего и нету. И все формы, собственно говоря, и разобраны. А в каждая форма предполагает то, что мы видим. Сначала непосредственное рассмотрение на личное бытие, как на личное бытие, потом как сущность, то есть рефлективная форма, отраженная, и как понятие она сама вот понятие. Вот все. То есть как бы можно утверждать, что это очень просто построенное, понятно, как построенное произведение, потому что есть такие произведения, которые, сколько ни вчера, не поймешь, как же это все-таки у него мысль-то заворачивать. Тут, по крайней мере, понятно, если вы здесь застряли, то вы знаете, что вы на каком перекрестке застряли, и на перекрестке каких улиц, и как оттуда выезжать. Вот на эту тему у нас сегодня занятие и произошло. А в следующий раз мы поставим, что наша задача будет вторая фигура, уже заключение, имея в виду, что вот эту первую надо будет самостоятельно изучить, вот, с учетом того, о чем шла речь. Ну, а в следующий раз мы можем вернуться и к первой фигуре, если там будут какие-то вопросы, да, ну, и начать, изучать вторую фигуру заключений и двигаться вперед. Если мы не будем двигаться вперед, то мы не дойдем до той цели, которая у нас есть. А какая у нас цель? Дойти до результата, до абсолютной идеи. Когда мы дойдем до абсолютной идеи, мы будем думать, как лучше изучать, теперь, то, что мы имеем уже в голове как целое. Правильно? Это не значит, что мы все поймем, если мы дойдем до результата. Мы дойдем до целого. А вот изучать как целое, это очень важно. Одно дело изучать вас по каким-то характеристикам, а другое дело как целого человека. Вот, человека. Так и здесь. Поэтому это очень важно обдумать потом, как вот, как это все понимать, чтобы мы вот могли обсуждать не просто какой-то раздел там, как сейчас, кусочек вырвали, и давайте будем изучать. А вот дошли до конца, а мы дойдем. Как вы понимаете, мы уже тут двигаемся в том направлении. Мы дойдем. И даже вот дальше там уже многое мы уже изучили из того, что тут в страницах есть, потому что у нас материалистическое понятно совершенно определенное, что снятая сущность есть бытие, а вовсе не сознание. Вот. Так что вот такая у нас дальнейшая программа работы. Вопросы есть? Тут в интернете этим странноватый вопрос задали. Ну давайте посмотрим, что там. Михаил Васильевич, это Валера Носков спрашивает. Михаил Васильевич, а как бытие, как реальное состояние? Одновременно может быть ничто. Только как реальное состояние он может быть одновременно и как ничто. Вот вы, вот как реальное состояние, это вы, это не я. Поэтому вы, как состояние, это не я. А я, как состояние, это не вы. Вот уже тут в этом примере сразу видно, что бытие это обязательно отрицание другого бытия. Он пишет, если бытие материально, то и ничто тоже материально. Да, конечно. потому что мы имеем дело не с абстрактом ничто, а с ничто бытия. Вот и всё, надо сказать, всё этому, уже когда вы берёте бытие, это уже первая такая диалектическая операция, что вы отрицаете, а отрицаете не значит, что вы его уничтожаете. Ну вот, поскольку я это не вы, вы же ко мне обратились за вопросом, вы разве меня этим уничтожили? Или я, если я вам ответил, вас я этим уничтожил? Нет. Если вы спросили, у вас там отрицания нет, у вас вопрос. И я вам, так сказать, не утверждаю, что вы не правы, потому что вы там вообще ничего определённого не утверждаете. Вы говорите, как так может быть? Может быть, потому что уже потому, что вы, а я – это я. И если одно бытие, если на него посмотреть, то это ничто другого. Вот и всё. Не усложняйте, это всё гораздо проще. Больше нет вопросов? Тогда можно резюмировать так, что, значит, руководитель кружка ответил на все заданные вопросы. То есть мы знаем, как сдавать отчёты, чтобы их принимали. Спасибо за внимание. Ещё давайте. А возможно полное познание мира? Возможно. Всё время полнее и полнее. Возможно полное. Проценты тут ни при чём. Проценты ни при чём. Как вы собираетесь полное познание мира? Вы, наверное, понимаете, что мир изменяется? Мир изменяется, а нас с вами не будет. Вы кого имеете в виду? Кто будет полностью познавать? То есть ни одно поколение людей полностью опознать мир. Не то, что не может. Возможность у него есть. Сама по себе. Возможность. Возможность познания. Возможность познания есть, но не успеет оно её познать, потому что ещё некоторые процессы так быстро совершаются, что даже, так сказать, те физики, которые за ними гоняются, никак могут их за хвост не поймать. И даже траектории они вычисляют уже там, так сказать, как траектории в газовом, как говорится, резервуаре, потому что их не видно, эти самые единицы материальные. Поэтому материю всё время можно познавать, всё полнее и полнее. А насчёт того, чтобы у вас какая-то странная задача закончить, вам что, хочется закончить отдохнуть? Отдохните лучше сейчас, а потом продолжайте изучать. Просто чтобы всё изучили, всю Вселенную, и всё, наконец-то мы всё знаем. Да, хорошо. Вселенная расширяется. Так это же хорошо, когда вы познаёте. Зачем вам это? Когда вы всё знаете, это опасно просто вам. Кто-нибудь придёт и убьёт, скажет. Он слишком много знал. Это вот вы смеётесь, а была такая карикатура в газете. Раньше были справочные бюро, и такая карикатура, вот справочный бюрок, и он стоит. Значит, окошечко, и там, значит, пистолет, из него дымок ещё идёт. И гражданин, который там стоит рядом. И надпись. Он слишком много знал. Вот тот, который там работает. Так что, зачем такую задачу вы ставите перед человечеством? Познавать можно. Сказать, нет ничего такого, что нельзя познать. Поэтому ничто вас не останавливает. А всё остальное зависит от людей. Познают же люди. А таких людей, которые бы всё познали, вот каждый, один человек таких, конечно, быть не может. Поэтому надо ценить вот то, что мы сейчас делаем. Это вот мы, так сказать, взгромодились на плечи великих. Потому что если бы это не Гегель был, то, может быть, это была бы большая трата времени. А если это Гегель, то это большая экономия времени. Потому что это единственная стройная философская система, которая сложилась за всю историю человечества. Диалектическая, я имею в виду. Такой стройной диалектической системы нет. И не будет. Потому что дальше уже пошло это диалектическое понимание и так далее. Другие системы появились. Вот марксизм как систему материалистического, историко-материалистического понимания мира. Всё на этом. Или ещё там есть? Третье есть? Всё. Всё. Спасибо за внимание. Успехов. Значит, следующее занятие будет через две недели. Как всегда. На Новый год? Ну, почти. А какой Новый год без диалектики-то нельзя? Так я не против. Да. Вот у нас будет... Сегодня у нас 14-е. Так. А следующее будет 28-е. А вот это вот, как вы говорили, книга у Гегеля. Кто мы, если это абстрактный? Есть такая, двухтомник, работы разных лет. Там всё очень понятное. Там нет ничего такого вот эпилептического. Это книжка такая, где он говорит абстрактный, на базаре там мыслит абстрактно, когда торговки ругаются и так далее. Они это не конкретно называют, а абстрактно. Ну, как наши бы сказали, посылают далеко. Поэтому вот это очень хорошая книга. Там есть философская пропедевтика. Это вот такая тоненькая. Философская пропедевтика у меня есть, она отдельно в издании. Да, а вот там в работах разных лет она тоже стоит. Я отдельное издание не читал, вот в работах разных. То есть, вот там такие мелкие работы, которые, из них только философская пропедевтика, она представляет собой что-то похожее на науку логики, но без всяких доказательств. Всё очень кратенько-кратенько. Всё очень кратенько-кратенько. То есть, привыкание к категориям. По названиям даже этих категорий. А дальше идёт малая логика, которая учебник для УЗОВ по существу. Малая логика – это то, что энциклопедия философских. Да, да. Её лучше изучать по этой, чем по той. Там переходы с некоторой скрытой. И будешь смотреть и думать, а как же это перешло? А там перехода нет. Почему? Потому что не всё там припотано. Ну, а здесь всё написано. Причём, вот это он написал, будучи директором Нюрнбергской гимназии. Там ещё как воспитывание детей написано, что нужно их принуждать. А иначе у них не будет вырабатываться воля. Они будут только своим прихотям навстречу идти. Такая нетривиальная совершенно идея. Надо почитать бы её эту тушь. Надо почитать. Где её найти? Ну, я думаю, что у меня где-то лежит. Если я её найду, я вам её дам почитать. Наша французская преподектика её нашёл. Она есть как бы отдельно. Да, это интересная книжка такая. Она не то, что она вас продвинет в области диалектики, но она, как говорится, походить рядом полезна. Значит, нет вопросов? Спасибо тогда за участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!